Добрый день! Я обратил внимание, что многие проекты и всевозможные вещи, о которых я говорю, имеют свойство сбываться. Не знаю почему, смотрят ли наше видео заинтересованные люди и потом выдают эти мысли за свои, либо просто у дураков мысли сходятся, как это касается высококрасного соединения между Челябинском и Екатеринбургом и так далее, и так далее. Но вот сегодня я пытаюсь предложить некоторый проект, который никто, по-моему, до меня не предлагал. И посмотрим, как сложится его судьба. Будет ли он рассматриваться кем-то в скорости или не будет он в скорости рассматриваться. Речь идет о строительстве нового моста вместе с железной дорогой и шоссе через горло Белого моря. Это может показаться совершенно странным. Почему? Там же целое море. Но это море не такое широкое. Там всего 46 километров этот пролив достигает. Я напомню, что у китайцев существует, например, мост через море, который составляет, по-моему, 39 километров. И по нему ведут большим потоком всевозможного рода машины и груза. И он, говорят, позволяет сэкономить порядка 120 километров объездной трассы. И здесь этот проект тоже позволит сэкономить очень-очень много. В первую очередь железной дороги не надо, когда едет в Урманск, объезжать и объезжать все белое море кругом. Откуда такой странный проект появился и почему он как бы нужен? На сегодняшний день в Китае существует несколько проблем. Одна из них состоит в том, чтобы как попытаться загрузить сумасшедшие мощности, которые у них существуют. Потому что потенциал вложения инфраструктуры собственного Китая скоро будет уже исчерпан. Поэтому надо, быть может, вкладываться в инфраструктуру совсем другой страны. Второе. Громадное количество финансовых ресурсов, которыми обладает Китай, которые тоже совершенно непонятно куда вкладывать. Третье. Уязвимость Китая по отношению к торговым путям. Ну, главная проблема их состоит в том, что любой конфликт вокруг Тегипта, Саудовской Аравии блокирует самый популярный маршрут для китайских грузов в Европу. И делать им абсолютно становится как бы нечего. Ну, можно, конечно, гонять грузы северным морским путем, но выяснилось, что это неинтересно. Ну, во-первых, потому что навигация там идет всего лишь несколько месяцев в году. Вот. При этом появился такой странный проект, как строительство нового порта под Архангельском. В чем проблема Архангельска, когда-то крупнейшего порта России? А очень мелко. А в настоящий момент все грузы предпочитают перевозить как можно большими кораблями. Просто всеми стоимостью их перевозки ниже. И давно строится так называемый Белканмур. То есть прямая дорога через Сыктывкар, Коми, Нурайские регионы, дальше на Трансит. Вот этот так называемый Белканмур, его строят уже лет 30, построить никак не могут. Но сейчас, говорят, китайцы за это дело быстро возьмутся. Существует у них проект коридора, когда они собираются через Россию гонять грузы на скорости 200-250 км в час. А сейчас это километров 20-30, не больше, среднее. И вот под это дело был создан проект нового Архангельского порта. Это достаточно большой порт под 30 миллионов годового оборота. Порт Санкт-Петербурга, я напомню, только Санкт-Петербурга, это меньше 60. Порт услуги это сотка. Порт Новороссийская это где-то 130. Порт Шанхая, крупнейший в мире, это 600 миллионов тонн. Вот такова разница. И это действительно позволит, это действительно будет большая трасса, очень быстро привезти какой-то груз, перегрузить его на корабли и везти дальше в Европу, но уже северным путем. Но у этого проекта есть громадное количество недостатков. Ну первое. Глубины, где могут подойти даже не очень, относительно небольшие суда, где две там 75 тысяч, ну Бисмарх, например, это 54 тысячи, да, чтобы представлять себе, то есть ненамного больше линкова корабли, он начинается где-то в 11 километров от места для порта, который мы выбрали. Северное море, в городе его плодно для навигации, это раз. И во-вторых, полгода в году забито льдами, то есть нужна ледокольная проводка. Вот, такова, значит, ситуация. И глубины начинаются где-то на 15-метровые, с 11 километров только. Плюс еще рядом Мизень, это в нашей России, по-моему, самое приливное место, то есть там глубина приливов составляет более 10 метров. Такова ситуация. Я знаю, как люди в Мизень путешествуют, когда едут за рыбой. Они плывут-плывут, потом, значит, у них начинается отлив, они останавливают свою лодку или корабль, она оказывается очень быстро просухусь, они сидят, ждут отлива. Потом, значит, появляется отлив, появляется вода, они снова плывут. До той поры, пока опять начнется, после прилива приходит отлив, и они опять сушат весла. И вот так они путешествуют. И это совсем рядом территория нового порта Архангельска. И он, конечно, замерзает, что тоже чрезвычайно неприятно. Поэтому предлагается фигней не страдать, хотя порт небольшой бы Архангельску не помешал, а напрямую груз Белканмура гнать по новой железной дороге через горло Белого моря. Одновременно у нас появится дорога, которая будет проходить по всему Кольскому полуострову. Кольский полуостров много чем богат. Это арктический регион, здесь все равно надо развивать инфраструктуру. Самое главное, чем он богат в последнее время, что есть большой-большой спрос. Это всевозможные вещества, содержащие литий породы. Ну и разумеется, например, мало кто знает, что между Наринмаром, столицей Нинского фронтного округа, и Архангельском нет прямой дороги. Вот хороший повод эту дорогу там построить. И, конечно, продлить Белканмух. Таким образом, грузы будут выходить уже не к порту Архангельска, который надо копать новый канал, их надо расчищать, это который замерзает, а к самому северному незамерзающему порту, который может уже принимать прямо сейчас корабли сравнимого с будущим, проектированным в Архангельске, 15-метровой осадкой. Там есть такие терминалы. Вот такие, такова, значит, этот фундаментальный проект. И этого бояться как бы не стоит. Если нет денег, то, я думаю, китайцы с удовольствием это построят. Вполне возможно, что из Мурманска, я вот прикинул примерно, если себестоимость паровоза по железной дороге будет сравнительно не высока, по крайней мере, будет гораздо быстрее, чем идти через Персидский канал, и получается, то вполне возможно, что тогда из Мурманского порта можно отправлять грузы не только в Европу, но еще и на север-восточного побережья Америки, то есть Нью-Йорк, Бостон и прочие города. Вполне возможно, что такой маршрут тоже будет возможен. Для этого нужно совершить некоторые усилия, достроить участки Белкан-Мура, два, по-моему, там осталось недостроенных, и построить вот этот самый замечательный мост через Губу. Там, вообще говоря, мелко, несколько метров, 5-6, только на самом середине фарватер 30 метров составляет. Вот такой глобальный проект. Поэтому я всегда говорил, что есть три места, где требуется построить мост. Один, это уже делается, это Керченский пролив. Там он, конечно, очень напрашивался, там был бы чрезвычайный востребован. Второе место, это мост через Сахалин, гностров Сахалин, через Татарский пролив. Там всего 7 или 8 километров. Это тоже очень просится, просится перешивка Сахалинской железной дороги, на российские стандарты и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот третий проект, который говорит, что если мы не хотим потерять Арктику, то ее надо развивать. И сейчас это у нас администрация России, это как бы понимает, там даже на земле Франции и Осипа строится круглосуточный пункт, строятся боевые ледоколы и так далее. Но эту инфраструктуру надо развивать. То есть по некоторым признакам говорят, что на шельфе Арктики, вот здесь неподалеку, то есть в Ненецко-автономном округе, примерно находятся те же нитяные сокровища, что и в Персидском заливе. То есть есть такое предположение. Но там должна быть дорога, там должна быть инфраструктура, там должна быть железная дорога. И там должен обязательно этот самый мост через горло Белого моря. И мы там действительно должны эту инфраструктуру строить. Еще в связи с этим есть несколько фундаментальных проектов, которые следует осуществить, попытаться на практике. Мы помним все о перевороте, повороте северных рек. Тогда писатели-деревенщики, возглавив протестное движение, этот проект загубили. Но обсуждали в прессе в основном попытку повернуть часть вод из реки Аби в Аральское море, которое сейчас уже почти высохло. Говорят, правда, водой снова начал немножко заполняться. Вот, такова была ситуация. Ну, существовал менее известный проект. Это поворот части воды из Вычкды в реку Волгу. И таким образом создание какого-то такого промо-транспортного коридора водного. Что я хочу сказать по этому поводу. Вообще говоря, как транспортный, он может быть не очень интересен. Хотя, в последнее время, в связи с тем, что Иран заявил о своем амбициозном проекте попытки построить между Персидским заливом и Каспийским морем канал, он снова может быть интересен. Тогда мы прямо из Персидского моря можем на кораблях попадать, скажем, к тому же Мурманску, в глубоководном порту северному незамерзающему. И так далее, и так далее. Вот такая вертикальная. Единственное, конечно, это постыдный каскад волжских газ, с которым что-то надо делать. Его мимо него будет очень сложно проходить. Но я еще хочу заметить, что в последнее время Волга, особенно Волгоградская область, в случае страдают от недостатки воды. И эту воду можно от реки Вычкды спокойно перебросить туда. Ну, вы спрашиваете, ну что за Вычкды, никому-то ничего не знает, стоит они город Сыктывка, Сульвычегоз, какой-то городишко, бывшая столица Строгановых, и так далее, и так далее, и так далее. Но я напомню, что Вычкды в своем, она вот приток Северной Двины, она в свою полтора раза уступает Днепру. То есть эта река по своему стоку примерно такая же, как река Днепр, и сильно превосходит дом. Вот, это такой, значит, у нас проект, который стоит попытаться реализовать. То есть сплошной морской коридор от Персидского залива до Мурманска. И точно так же с заходом в Петербург, это Беломор-Балтийский канал. Вот в последнее время начались аресты, так что вполне возможно, будет кому его снова строить, будет у них задача такая. Вот этот такой фундаментальный инфраструктурный проект. Вот. Ну и еще один проект, еще два проекта внутри, точнее, про которые можно говорить. Про один я уже сказал, это все-таки дорога вдоль побережья Белого и Баренцева морей в сторону Наринма. Это вот достаточно интересный проект, потому что это является большим позором, что его нет. Вторым позором является, что на сегодняшний день нет прямой дороги между крупнейшими мегаполисами этого северо-запада России. То есть с Архангельским мегаполисом мы с населением 600 тысяч человек и с Санкт-Петербургом соединяем 6 миллионов человек. Сейчас, поскольку нет прямой дороги, дорога на машине занимает 1 тысячу 450 километров, а прямая всего 700 километров. И эта трасса, даже не вот эта убогая, которая строится сейчас через Каргополь, потому что она все равно будет больше тысячи, а просто прямая. Километров на 750 через Онегу. Вот такая вот эта штука. Это вот такой проект. Теперь и следующий проект, тоже очень странный, это строительство в реке, ну, в Мезенской губе, приливной электростанции. Здесь надо, конечно, считать. Я вообще не люблю ни гидроэлектростанции, ни приливные, но там приливы дикой силы. И оценки показывают, что там можно вполне построить электростанцию на 15 гигов мощности. Я напомню, что вся Россия расходует 150. А общая мощность установленная всех электростанций России 250 на сегодняшний день. Правда, непонятно, зачем нужна такая пиковая нагрузка, которая неравномерно распределена во времени суток. Ну, как-нибудь может ее можно использовать, например, для питания той же самой будущей железной дороги, которая там существует. Вот эти, значит, фундаментальные проблемы. Я еще раз повторяю, если хотим сохранить Арктику, то инфраструктуру там надо развивать. И не надо бояться больших проектов, потому что единственное, чем может сейчас позволить достигнуть роста России, только инфраструктурные проекты. Все остальное невозможно. И вот если в них вкладываться, то они будут формировать спрос на все подряд, на щебенку, на цемент, на сталь и так далее. Мы можем выйти на полтора-два процента. И вот этот проект поворота Северных рекордей реки, реки Вычигды, Волгу, строительство моста через горло Белого моря и развитие глубоководного Мурманского порта, как бы стоило бы на это специально обратить внимание. И я сейчас поставлю эксперимент. Сможет ли где-то в течение года вот это самое видео куда-то там доползти. Появится ли вот эта самая тема, о которой никто до меня, по-моему, не говорил, строительство моста и новой железной дороги на Кольский полустров через горло Белого моря, как-то проявится. Вот мы посмотрим и за этим улыбнемся.